Смоленская АЭС Смоленщики открыли велосезон. На Смоленской АЭС в работе первые и третьи энергоблоки. Общая мощность составляет 2107 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок номер 2 с 10 апреля находится в плановом текущем ремонте. За 12 дней апреля энергоблоками Смоленской АЭС выработано более 767 миллионов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 20 миллионов киловатт-часов. С начала года выработка составила 5,8 миллиардов киловатт-часов. Сверх плана 9 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Более 20 специалистов Смоленской АЭС прошли отбор на дивизиональный чемпионат профмастерства. С 12 по 16 апреля работники Смоленской АЭС участвуют в юбилейном 5-м дивизиональном чемпионате профессионального мастерства «Реэскилз-2021». За лидерство в 20 компетенциях соревнуются 355 сотрудников атомных станций, филиалов и дочерних предприятий концерна «Росэнергоатом». Площадками проведения чемпионата стали Балакова, Екатеринбург, Нововоронеж, Удомли и Чебоксары. В команду Смоленской АЭС вошли представители 10 подразделений атомной станции, лучшие специалисты и эксперты по семи профессиональным компетенциям. Моя цель на этом чемпионате – это в первую очередь подготовка к отраслевому чемпионату «Атомскилз-2021» и также совершенствование профессиональных навыков. Все участники успешно прошли отборочный этап. Дивизиональный чемпионат «Реа Скилз» проводится с 2016 года. В течение пяти лет в нём приняли участие более 40 работников Смоленской АЭС. В копилке их достижений 13 медалей – 6 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовые. Успех своих коллег мечтают повторить и члены нынешней сборной команды, среди которых много новичков и молодых работников. Успехи коллег придают уверенности, что это всё возможно. Наставник придаёт сил, профессиональный свой опыт и навык передаёт для того, чтобы достойно себя показать. И результаты были наилучшие результаты в чемпионате. Надеемся на победу, на достойное участие. По итогам дивизионального чемпионата «Реа Скилз-2021» будет сформирована команда на отраслевой чемпионат «Атом Скилз-2021». Смоленская АЭС обеспечила новым жильём военнослужащих Росгвардии. 9 апреля в торжественной обстановке военнослужащим войсковой части 3678, несущим службу по охране Смоленской АЭС, вручены ключи от нового служебного жилья. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые военнослужащие, коллеги, мы все прекрасно понимаем, какая задача лежит на войсковой части 3678. Войсковая часть 3678 выполняет важную государственную задачу по охране и защите объекта использования атомной энергии в Смоленской станции. Соответственно, мы понимаем важность этой задачи и понимаем, что необходимо обеспечить нормальные бытовые условия. Для проживания личного состава с семьями отведён целый этаж в общежитии номер 5 атомной станции. Средства на проведение ремонтно-восстановительных работ выделены за счёт программы мероприятий по обеспечению физической защиты на АЭС. Хочу поблагодарить его за службу взаимодействия, которые у нас налажены. Хочу пожелать вам успехов в службе и великая жизнь в вашем починенном составе. Жильё полностью готово для комфортного проживания. Всего сдано 14 блок-сессий. Это отремонтированные светлые комнаты, санузлы с современными душевыми кабинами. Также на этаже оборудована просторная кухня с электроплитами и прачечная со стиральными машинами. В ходе ремонта заменены двери, напольное покрытие, сантехника, коммуникации, модернизирована пожарная сигнализация. 11 апреля молодые атомщики при поддержке руководства и профсоюзу Смоленской АЭС открыли велосипедный сезон 2021 года. Идея пришлась по душе не только десногорцам, но и гостям из других городов. Мы ездим, открываем, закрываем велосезон в своём городе, вот решили приехать к вам сюда. Неделю назад узнали о том, что у вас проводится открытие велосезона, собрали делегацию из Вязьмы. Более 50 человек, взрослых и детей посвятили воскресное утро любимому виду спорта и здоровому образу жизни. Для всех желающих инициативная группа организовала акцию по техобслуживанию велосипедов. Настроили переключатели, подрегулировали тормоза, накачали колёса. Безопасность – наш приоритет. Для того, чтобы мы смогли продвигать среди населения, которое любит кататься на велосипедах, какие-то основы безопасного движения велосипедистов. Что самое главное, чтобы меньше было травматизма на дорогах. Мы с помощью нашей ассоциации делаем технические осмотры. Мы с помощью ассоциаций рассказываем детям, как нужно правильно управлять велосипедом. После инструктажа колонна выехала на улицы Десногорска в сопровождении экипажа ГИБДД. Весенний велопарад начали от памятного знака «Добрый ангел-хранитель мира». Это место давно стало стартом практически всех соревнований на экологичном транспорте. Десногорска Открытие Кубка по плаванию 18 апреля впервые в акватории Десногорского водохранилища состоится первый этап Всероссийского Кубка «Иверсвим Сириэс» – соревнования по плаванию в открытой воде «Деснасвим». Желание стать участниками уже извили более 130 спортсменов из России и Белоруссии. Зарегистрироваться можно до 14 апреля на сайте, который указан на экране. Зрителей на большой спортивный праздник приглашаем 18 апреля в 10 часов утра на городском пляже «Деснай». На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнью станции вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok